здравствуйте дорогие друзья итак начались наши вот эти вот знаменитые 10 шагов 10 дней раскаяния пишут мудрецы что в нашем странствовании по жизни очень полезно остановиться иногда оглянуться назад на пройденный путь и проанализировать вот это и происходит в эти дни почему вообще дружина который мы только что отмечали это творение человека день не творение мира мы празднуем это спрашивал веленский гаон и отвечал все явления природы все живое подчиняется установленным творцом законам и только человек наделен уникальной способностью выбора он может прятаться от всевышнего отказываться выполнять его законы и вот именно человек способный отвергнуть творца может его признать и вот мы с вами вот в этом добровольном признании творца вот в этом празднике его признание находились в руша шана потому что в этот день мы короновали царя который дал нам возможность не контролировать точнее наши поступки дал нам возможность поступать вот как части себя какой единственный кто имеет свободу что произошло в день руша шана мы получили приговор написано сколько человек на один процент один процент потому что кто-то написано кто бы совсем плохой там не дай бог записывают в книгу такую хорошие там совсем такой остальные 99 процентов их дела подвешиваются до емкипура рассматриваются и смотрят как они поведут себя вот в эти вот дни и вообще надо понимать что сама суть этого всего что суть божественной которой мы сейчас видим из которым находимся он не мстит он так планирует следующий год так подбирает нашу жизнь на следующий год чтобы помочь стереть грехи которые совершены в предыдущем мы просто этого не видим не знаем то есть опираясь на то что мы сделали прошлом году или вообще в прошлом там нам строят новый год и у нас есть 10 дней чтобы выпросить себе намного лучшую судьбу и мы с вами каждый что-то делать не так это называется совершить грех грех он всегда связан с наказанием то есть вот наказание всегда все что происходит негативно на земле это следствие наших действий то есть наши негативные вот действия по отношению к законам мира они такое приносят сюда боль зло там всякой войны это все по действия человека начиная с первого предложения которое было нам предложено человечество в раю как сказано вот ничего делайте только вот это там не трогайте вот этого человек не захотел так жить человек которому дано была свобода он выбрал к сожалению не всегда правильно выбирает поэтому мы сейчас с вами вот в эти дни написано что совершенно невероятно ценное вот каждое движение души сегодня невероятно ценное продвижение вперед не невероятно ценное вот в этом раскаянии хотя бы ну малейший шажок из чек проанализирует решить что-то принять именно в эти дни это умножение на тысячу вообще смысл раскаяния часто вот трактуется неверно она не связана никак не чувством вины не чувством страха раскаяния это исправление действий совершенных прошлом через понимание более написали мудрецы это который мы причинили другим и себе и устранение собственных качеств которые способствовали совершению тому что мы сделали такую ошибку повторить это просто исправление действий и сожаления а дальше уже используя силу раскаяния наша душа как бы как это все стирается переносится во времени потому что в физическом теле это невозможно предшествующим нашему так сказать преступлению и так исправляется все так так шоу от шоу это возвращение душа возвращается вот почему говорится возвращение поэтому написано что ущерб может быть возмещен только при условии что мы глубоко сожалеем и как-то работаем с теми качествами которые к этому привели что дальше этого не будет написано как мы узнаем что наш поступок прощен что мы больше не совершаем такого поступка поэтому надо использовать эти десять дней как самые ценные бриллианты которые уже уже не 10 уже 7 как самые ценные бриллианты которые есть у нас возможности ну что называется отмыться надо использовать эти дни хотя бы по чуть-чуть хотя бы по грамму личке двигаясь вперед и оценивая свои поступки прохавы от слаха всего хорошего на этом пути